Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передачи «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Продолжается череда зимних церковных праздников. Мы находимся с вами в преддверии праздника «Обрезание Господне». Праздник, который многим невоцерковленным христианам даже не знаком. Все знают Рождество, все знают Крещение, все знают Пасху, но немногие знают, что за праздник «Обрезание», а самое главное, название это вроде как бы раскрывает его содержание. Непонятно, что именно в этот праздник мы отмечаем и празднуем. Сегодня мы вновь собрались в студии с ректором Самарской духовной семинарии, с отцом Максимом. Здравствуйте, батюшка! Добрый день, дорогие телезрители! И поговорим именно об этом празднике. Вот сегодня нам немножко повезло, наша передача выходит накануне. То есть завтра будет литургия отслужена. Сегодня мы можем накануне прояснить, опять же, богословское содержание этого праздника. Мы договорились, что мы будем читать премии праздничные. Вот рождественские премии мы читали, ну так кратко, конечно, насколько нам позволило время, в прошлой передаче. А сегодня мы почитаем премию, она одна. Напомним для наших телезрителей, что завтра не только праздник обрезания, но и память святителя Василия Великого. Поэтому премии делятся. Одна премия посвящена празднику обрезания, другие посвящены святителю. Давайте напомним нашим телезрителям, что конкретно мы все-таки празднуем в этот праздник. И как это содержание праздника отображается в ветхозаветном отрывке, читаемом за богослужение. Ну, вот, собственно говоря, та единственная премия, тот единственный возразоветный отрыв, который соотносится непосредственно с этим праздником. Как вы совершенно верно отметили, там у нас завтра, собственно, два праздника. Вот, один из которых имеет библейское происхождение, второй – это память одного из величайших святых, богослов. И поэтому, кстати, я думаю, что все-таки пару слов можно бы сказать про те две премии, которые посвящены Василию Великому, потому что это удивительно, особенно вторая. Но, собственно, вот, первая премия – это премия из книги «Бытия», по-моему, 17-й главы, где как раз это такая… То есть есть разные премии, есть премии, которые глубоко богословский смысл передают или типологически прообразовательный. А эта премия вполне себе историческая, то есть она просто повествует о установлении того завета, да, того завета между Богом и Авраамом. И в лице Авраама это такой устанавливается завет, на самом деле, с перспективой определенной, это завет с народом Израиля, по сути, с Ветхозаветной Церковью. Который, вот, собственно говоря, в который в этот завет потом входит по своему человеческому естеству и Христос. То есть событие, которое мы сегодня вспоминаем. Так вот, 17-я, вот эта вот отрывка 17-й главы повествует о том, как Господь, заключая договор между, вот, да, будущим еще только народом Израильским, которого еще нет. То есть одна семья Авраама – это еще пока не народ, это еще такой потенциальный народ. Он говорит, что я поставлю завет мой между мною и тобой и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И вот это очень важный момент заключения таких, ну, глубоко личностных отношений, да, между, значит, Авраамом и Богом, заключающихся в приятии, то есть Бог, причем инициатива исходит от Бога, как и в остальных заветах. То есть Бог первый делал шаг, как бы, навстречу, говорит, что, да, вы мои люди, и от Авраама требуется, да, вот ответ на эту реакцию, признать, исповедовать Бога своим Господом. И это не первый завет, вообще насчитывается там целый ряд, то есть вообще как у Бога отношения с людьми развивались, да, в истории, значит, это не первый, не последний. То есть мы видим завет с первыми людьми, видим завет с Ноем после обновления такого трагического, значит, некого перезапуска человеческой истории, видим завет с Авраамом, потом видим с Моисеем, и, в принципе, еще какой-то отдельный персональный завет уже не совсем народом израильским, а у Бога, вполне себе, был персональный завет с Давидом и его родом. То есть там заключается... Там еще и с Иисусом Новином? Ну, это, скорее, может быть, да, подтверждение, то есть Иисус, наверное, в прямом смысле наследник Моисея, вот, ну да, и с Давидом уже о том, что вот твой престол, да, и никогда от него не отойдет мое благословение, да, и, соответственно, на твоем престоле восядет, потом Мессия, собственно говоря, приходит из рода Давида, то, о чем мы говорим, в частности, про Рождество, потому что из этого колена. Так вот, и внешним признаком этого свидетельства, вот этого завета, потому что завет это некое, ну, то есть вот то слово, которое стоит, значит, в оригинале, да, брит, да, то есть завет, его можно трактовать и как завещание, да, одной стороны, другой, и как, собственно, договор. То есть это вот двусторонний договор с обязательствами. Совершенно верно, то есть, причем вот очень хорошо это еще видно в даровании Моисея сенальского законодательства. Там сначала идет шапка, в которой буквально говорится, знаете, как вот ректор Самарского духовного семинара в лице ректора с одной стороны и, значит, исполнителя в лице, так сказать, с другой. То есть там Бог и Моисей, вот, а потом только идут вот эти пункты, которые мы называем заповедями. Кто, что должен или не должен делать, да, вот, в частности, да, если пятый заповедник, то есть обязанности обеих сторон. То есть чти отца и мать и... Долголетие. Господь тебя благословит, и так далее. То есть вот здесь таким внешним свидетельством этого договора является как раз установление обрезанного. То есть когда обрезание, так сказать, крайней плоти, понятно, что здесь смыслов тоже, на самом деле, очень много. И, ну, самый такой простой, лежащий на поверхности, что некое внешнее свидетельство, внешнее свидетельство, оно как раз ценно тем, что оно вот, ну, ощутимо. То есть одно дело, когда завет в сердцах, да, другое дело, когда это прям вот некая такая зарубка, засечка, так сказать, на теле физическое. Другое дело, что и, так сказать, конкретно данная форма избрана ведь тоже не случайно, потому что, то есть по многим толкованиям это делается именно потому, что это, знаете, не мочка уха отрезается, или не какая-то другая часть. Ну, то есть можно было какие-то метки, чтобы человек всегда, то есть там говорится, что завет всегда был, значит, да, то есть обрезание крайней плоти всегда было там с вами. То есть это могла быть какая-то другая физическая, да, так сказать, составляющая. Но поскольку завет заключается с родом последующим, и здесь в таком символическом смысле, да, то, что имеет отношение к репродукции, к воспроизводству, да, то есть именно этот орган участвует, потому что действительно Авраам посвящает не только себя, да, как бы весь род. И в каком-то смысле это еще и вообще, ну, если хотите, жертва, причем жертва не бескровная, собственно говоря, и мы видим, что в новом завете она как бы, да, отменяется, как и все, наверное. Такое, это реальное физическое посвящение части себя, да, то есть мы видим, что в каких-то предельных случаях, то есть что такое все жертвы, там, Ветхого Завета, все кровавые те жертвоприношения, они носят заместительный характер по большому счету. То есть ярче всего это видно, вот, собственно говоря, в ситуации того же Авраама, да, когда от него требуется принести в жертву сына, то есть плоти от плоти своей, да, Исаака, когда в самый последний момент происходит все-таки это замещение, да, и мы видим, что там Господь посылает этого Агнца, но, в общем-то, требовался сына. И вот здесь тоже какое-то посвящение части себя, там, не без крови, да, отсечение, вот, символическое, очень важно. Поэтому для, так сказать, Ветхозаветного всего сознания это очень важно. Это и печать, это знак видимый, это, так сказать, всегда считалось, что кто не исполняет, да, тут, ну, находится вне завета, даже если он, ну, как бы, говорит, что завет у него в душе, да, или как-то внутри. Но при этом очень важно понимать, что даже в Ветхом Завете, я сейчас пока даже не говорю, что вот это видно хорошо в сегодняшнем завтрашнем апостольском чтении, там, ну, это может показаться, что это придумка такая новозаветных авторов, что, может, есть некое духовное обрезание, да, то есть у Павла. Да, обрезание сердца. На самом деле это придумали, это еще в книге Левит. Говорится про то, что у них-то, извините, все где надо обрезано, а сердца не обрезаны. То есть еще Ветхий Завет тут же нам объясняет, что это внешний символ, внешнее свидетельство, это еще не все. То есть человек может телесно обрезаться, то есть ведь кредитные люди были не хуже, не глупее нашего. Они же понимали, что телесным исполнением все не зависит в любом деле, в любой заповеди. То есть, в принципе, то, о чем говорит Христос. Ну, тоже надо прояснить, наверное, да, для наших зрителей, что речь идет о сердце, не как об органе, да. Да, обрезанное сердце, это... Сердце, это не сердцевина. Это совсем как-то страшно анатомически, да. Да, это сердцевина, из которой вырастают все наши стремления, желания, отчаяния, устремления. И когда апостол Павел, и когда в книге Левит мы об этом читаем, речь идет о том, что все наши желания должны быть... Там и Левиты, по-моему, в второзаконе, да. То есть постоянно, с одной стороны, говорится, что необходимо, чтобы у вас были обрезаны сердца. Да, это вообще звучит, да. То есть это еще Ветхий Завет нам говорит, что, значит, этот знак Завета с Богом должен быть не только на теле. Гораздо важнее, что на теле он может быть, но от этого порой, так сказать, не тепло, не холодно. То есть если человек не живет. Вот когда на сердце, когда такое духовное обрезание, да, то есть это... И когда в книге Левит критикуются, ну, жестко, так сказать, иудеи с необрезанными сердцами и ушами, то есть они не слышат Бога. То есть необрезанные уши там тоже есть. Но это же не в смысле Вьетнамской войны. Ну, так сказать, да, когда коллекционируют. А речь идет о все-таки необрезанные уши, да. То есть там говорят, что вы, иудеи, народ, так сказать, жестоковыйный, вот с необрезанными сердцами и необрезанными ушами. То есть у вас, значит, телесно все нормально, а ни на сердце, ни на слуху заповеди Божьи у вас нет. У вас вот этой памяти, которая должна произойти. То есть телесное должно возводить к духовному всегда. То есть человек, нося на себе печать телесную... То есть это такая форма, которая должна родить содержание. Конечно, совершенно верно. Причем это было понятно, я же молчу, что для Нового Завета это единственный смысл обрезания, да. То есть здесь форма уходит на второй план, мы говорим, но даже в Ветхом Завете, ну, действительно, пророк и тот же Моисей, да, то есть Левит, тоже та же самая часть пяти книжек, что и Бытие. То есть в принципе это все, ну, так сказать, условно называется. Да, книги законов. Там тоже сказано, что можно быть вполне себе телесно обрезанным, но толку от этого никакого не будет. То есть потому что ни уши, ни сердца, да, у вас все, так сказать, нет там ни этого знака свидетельства. И вот приходит Христос, который... Который, как и все... Являет... Да, как и все. Здесь, конечно, отдельный вопрос, да, вот часто спрашивают, зачем, да. То есть он, который Бога, так сказать, человек, да, и хозяин закона, законодатель. Ну, кстати, как некоторые отцы писали, да, то есть человек, прежде чем новый закон даровать, должен хотя бы исполнить, так сказать. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что Павел называет Христа, что он конец закона, но в каком смысле конец? Да, скорее как совершение, завершение, а не просто отмена там, чтобы все это было неважно. То есть понятно, что сам в этом не нуждался. Мы об этом говорим постоянно, он во многом в чем не нуждался, он не нуждался, в частности, в крещении. В крещении, о котором мы будем говорить, да. Да, потому что сам безгрешен, но при этом, очень важно, он по телу, он часть народа израильского. И я уж молчу как бы про прагматические вещи, что он не мог быть необрезан просто потому, что он тогда бы не стал частью своего народа и мог бы среди него проповедовать. То есть, ну, это просто... Его просто никто не слушает. Конечно. И это просто было бы невозможно, ну, в принципе, чтобы в еврейской семье, да, кто-то родился. И поэтому он проходит путь, и это тоже не только из прагматики, не только для того, чтобы проповедовать. На самом деле, это в этом тоже глубокая богословская мысль, что он подлинный человек. И как человек, он не просто человек абстрактный, он человек своего народа. Тоже вот, да, человек это не абстракция. Вот, если бы он родился, если бы Господь соизводил прийти в другом народе, он бы воспринял все культурные какие-то там, да, так сказать, наверное, своего народа. Да, и здесь совершенно... И поэтому Евангелие, которое мы будем читать завтра, очень интересно, там начинается с обрезания, с того, как на восьмой день был принесен, значит, да, для, так сказать, обрезания. А потом, то есть это очень короткий отрывок, там, собственно, констатируется факт. А евангельское чтение-то от Луки, оно достаточно чуть больше. Там более подобно описывается, как он в 12 лет был в храме, это вот первая Пасха, так сказать. Это, по сути, тоже то, что, ну, сейчас называется праздником совершеннолетия. Бармитцево, по сути, да, то есть над мальчиком там, над девочками в 13 лет, ну, в любом случае, это надо ему было совершать этот праздник совершеннолетия, так вот по иудейским все законы, и все это делать. Или там через, скоро уже, да, еще один последний праздник вот этого всего цикла, разъясненского средствия, на сороковой день, младенец должен был принести в храм все равно, значит, на восьмой день обрезали, на сороковой приносили, приносили жертвы положенные. Вот это надо было? Ну, формально нет, да, то есть ему, как бога-человеку, это было не надо. Но именно как человеку и как части своего народа, и, кстати, отцы подчеркивают значение этого праздника. Почему, казалось бы, такая, ну, один из эпизодов, все-таки это не самое главное, Рождество, конечно, важнее, все-таки обрезанное это, но при этом мы его празднуем как, и в календаре он идет как великий праздник, как почти приравненный. То есть у нас есть 12 праздников, двунадесятые праздники самые главные, вот, и есть пять приравненных к ним. Это обрезание, покров, там, Петра Павла, усекновение Рождества Иоанна Притич. Но вот действительно, то есть это событие, ну, одно из событий, которое должен был совершить младенец, над ним, вернее, совершить, там, отцы говорят, что это тоже не случайно. Это специально, это как бы сакцентировано на этом внимании церкви было в первые века для противостояния определенному ряду, так сказать, ересей. Дело в том, что в первые века развивается целое направление, не одна ереса, а целое направление мысли, там, сразу, докетизма, да, то есть которые подчеркивали, что воплощение Христа не было, собственно, не было воплощением, что его плоть была кажущейся. Вот, то есть понятно, что для них он, так сказать, да, они скорее превозносили, так сказать, духовную сторону и настолько не могли. Тут понятно, от чего это происходит, от невозможности совместить, да, вот это, в общем-то, античное представление о величии божества и как вот он может снизойти и стать плотью. Нет, они говорят, что это была видимость такая, там были разные докеты, некоторые из них считали, что, помните, наверное, знаменитая история, когда на самом деле распяли не его, потому что не могли его распять. На самом деле распяли, у них пометнилось, когда они распяли, думали, что его распинают, распяли Симона Кирененина, не случайно же возникло. Он им дали крест, его потом, собственно говоря, распяли. А сам Христос в это время стоял, значит, в толпе, да, и, так сказать, в какой-то смысле даже смеялся над беспомощностью своих врагов, которые думают, что распоминают его и так далее. И вот подчеркивание таких телесных вполне, прям, более чем, значит, анатомических подробностей, да, то есть, ну, положено и положено было. То есть, в принципе, невеликий, может быть, и праздник. Но церковь использовала этот момент... Для пробуждения. Да, как некое такое оружие против... Потому что для нас очень важно подчеркнуть, потому что мы знаем классическую формулу, что что не воспринято, то неуврачевано, да, то есть, это именно сами сказано. В том смысле, что если плоть не воспринята, настоящая человеческая плоть, о каком исцелении можно говорить? То есть, если бы он был просто призрачным телем в каком-то, да, и просто была некая, значит, то совершенно непонятно, вот по нашим, по-христианским представлениям, зачем это вообще было надо. То есть, поэтому подчеркнение реальности воплощения, да, церковь очень важна, и праздник обрезан играет такую богословскую вот эту роль, наверное, как еще одно подчеркивание. И того, что Господь проходит весь путь человеческий, разделяет его, все. И даже, когда не нужно это делать изнутри него, когда он безгрешен, когда ему ни омовения не нужны, как крещение, ни обрезанное не нужно, ничего. Он, и он как бы, вот вступая, совершая это, он имеет право, да, уже, наверное, это отменить, мы уже говорим о некой, как сказать, дальнейшей судьбе этого обряда. Ну, вот у нас как раз посчастливилось, что половина передачи прошла, а вот половину давайте посвятим тогда, поремеем святителя Василия Великого. Вы сказали, что хочется о них тоже сказать, что в них есть определенное содержание. Да, ну, может быть, просто вот вскользь, без текста, просто вот. Ну, там самое удивительное, поремея, конечно, это вторая. Обе поремеи, там, о снеге, притч, и, ну, третья, она, скажем, просто вот о мудрости, скажем так, да, о праведнике. И здесь образ святителя Василия Великого, да, это, значит, такой один из просто хрестоматийных образцов именно мудрости. У нас были святители попроще, да, то есть мы будем, так сказать, ну, у нас разные, скажем так. От простых пастухов, которые при этом были пастырем, да, как с передом Тиммифомсом, до высокообразованных единых богословов. Вот Василий Великий, это один из трех выдающихся богословов, это один из трех отцов капотокийцев, там Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Ниский. То есть это люди просто, да, вот три столпа четвертого века. И надо понимать, в какую эпоху он жил, творил и чем были обусловлены все вот эти его, собственно говоря, богословские труды. Это же, мы помним, что святоотеческое наследие, это не то, что рождается в кабинетах при такой спокойной работе, знаете, вот от того, что человеку очень много времени, он сидит и размышляет над серьезными книгами какими-то или над текстами. Нет, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский, а еще чуть раньше Афанасий Великий. Весь четвертый век это просто буря потрясений, это начало соборного вот этого периода в истории церкви и начало периода великих соборов и великих ересей. То есть четвертый век это арианство, это триодологический спор, то есть спор о троице, о том, как правильно... И то есть пока этот вопрос арии не поставил резко в начале четвертого века, мы же не говорим, что христиане стали верить в троицу только после Василия Великого или Григория Богослова. Вопрос в том, как? То есть если мы поем и читаем наш самый древний из оставшихся употреблений гимнов практически, это «Свете тихий», там очень интересная есть фраза, что мы исповедуем «отца и сына и святаго духа Бога». Вот очень просто, такая доникейская триодология чувствуется. «Отца и сына и святаго духа», и потом одним словом «бога». То есть в принципе христиане не сомневались, что... Но терминологический аппарат, как выразить это равенство, равенство в природе и различие в ипостасе. Так это выпало все на долю как раз Василия Великого и Григория Богослова. И только после них мы имеем... Понятно, что оно может быть не идеально, да, и сейчас мы можем по-разному расценивать, но у нас хоть какая-то терминология, или то, что тайну троица постараться выразить есть. Это же какая-то тайна, если это очень условные наши слова. И все эти аналогии, которые они приводили, все сравнения. Но ведь до этого вообще нужно было дать какой-то ответ арианству, который всячески просто педалировал тот момент, что сын меньше отца. А уж дух там вообще... Самые последовательные ариане, которые даже подобасущие не допускали. А намея. Вот главный, наверное, противник, потому что Василий Великого, один из главных трудов против Евномия. Это лидер крайних ариан, а намеев, которые даже о подобии не говорили. Дело в том, что о равенстве. То есть если отцы Василий Великого и Григория, они оставили слово «единосущный», которое мы сейчас используем, и у нас в нашем символе веры мы говорим, что сын единосущен отцу. Полуариане или мягкие ариане были готовы на то, чтобы говорить подобосущим, подобной по сущности отцу. Хотя уже очень серьезная разница. Единой сущности с отцом – это наиболее четко выражающее нашу веру. А так а намеи вообще даже о подобии не говорят. То есть если говорить о неком лозунге, который мог бы стать просто девизом всего арианского движения, если бы брать одну цитату и вырвать из них, то это была бы цитата «было время, когда сына не было». Это главный тезис. «Было время, когда сына не было». То есть для них вечен только отец. Так можно понять и вместить идею монархии. А совещность трех как? Как это действительно можно? Но это, как мы говорили, что это тайна. Три равен одному. Как это вообще? И вот именно Василию Великому и Григорию Богослову удалось, по крайней мере, на тот момент так, как они смогли, выразить и провести различия между природой и ипостасией. Между тем, что Бог един по своей природе, но тройчин в том, что мы называем ипостасией. И провели какие-то личностные качества, что отец не рождается и не исходит, сын рождается предвечно, сын исходит от отца. Так вот, Паремия II, это небольшой отрывок из, по-моему, 9 главы книги притчи, где от лица премудрости, от которой понимается Христос, говорится просто удивительные вещи. То есть премудрость очень сильно персонифицирована. Это один из самых сильнее всего смущающих, ну, допустим, иудеев, которые очень строгие монтеисты. А тут премудрость о себе говорит, я была привечно у Бога. И до творения мира премудрость некая говорит о себе, да, София, да, ну, по-гречески, что я вечно, по сути, совечно Богу, и мною Бог творит мир. Здесь мы возвращаемся, да, к теме творения, которая была у нас недавно на Рождество. Это не только с прологом Евангелия Теана соотносится. Премудрость в Ветхом Завете, в книге притчи, премудрость говорит о себе, что я творила мир, мною. И я, когда Бог творил мир, я ликовала, и буквально, так сказать, там, играла там по-славянски, да, так сказать, плясала, можно даже так сказать. То есть что это за премудрость, привечная премудрость? Это в представлении христианского богословия, это Логос, София, как много названий, это Христос, вот, который действительно то самое слово, которое в первой книге, в главе книги Бития сказано, что сказал Бог, вот это слово творческое, да, оно, так здесь очень четко сказано, что это совечное Богу, как бы, да, и поэтому это вот то, что породило, иудеи ведь не могли это не читать. И, кстати, ко времени христианства, в межзаветный период, была очень такая, они всячески потом стали все это отсекать, и говорить, что нет, иудаизм очень строго монотеистично, все это надо понимать как-то символически, но если мы посмотрим на разнообразие иудейских течений, допустим, там, лет за сто до Христа уже, то есть там в полный рост был, это то, что потом иудеи назвали ересью двух престолов, что там на ней, кроме Яхова, есть еще. Отец Максим, спасибо большое. На сегодня передача наша подошла к концу, но зато она была преисполнена смыслом и содержанием. Спасибо вам за то, что уделили нам время. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч с наступающим праздником обрезания Господня и памятью святителя Василия Великого. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин